Хроники Амбера Винсент Ньюман Энтертеймент, которую мы знаем по фильмам «Мы, Миллеры» и «Нулевой пациент». Судя по тому, что в книжный цикл входит 10 романов и также несколько книг, написанных последователями Роджера Желязны на основе его дневников, нас ждет немало эпизодов. Вселенная Хроник – это множество миров теней, лежащих меж Амбером, оплотом порядка и первозданным хаосом. Сильные миры сего ведут непрекращающуюся борьбу за власть, беспрестанно раскачивая хрупкий баланс. Романы полны магии, интриг, хорошего юмора и философских размышлений. Ни актерский состав, ни даже примерная дата запуска сериала пока неизвестны. В своем твиттере Ридли Скотт сообщил о том, что съемки фильма «Чужой завет» подошли к концу. Правда, ждать выхода нам предстоит еще долго. На большие экраны он отправится аж 4 августа 2017 года. Кинолента расскажет о событиях, произошедших в промежутке между Прометеем и тем самым «Чужим» 79-го. Завеска сюжета достаточно традиционна для серии. Сначала исследователи космоса находят милую и вполне себе тихую планетку. Ничто не предвещает беды, пока команда не находит блондинистого дроида Дэвида, в свое время служившего на борту Прометея. Его роль вновь исполнит Майкл Фассбендер. Он же Магнито из «Людей Икс», он же главный герой экранизации Assassin's Creed. Компанию Майкло составляют Билли Крудап, Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайт и Кармен Эджого. Ранее Ридли Скотт заспойлерил, что фильм расскажет тайну происхождения ксеноморфов. А вообще «Чужой завет» должен стать первым фильмом в новой трилогии. Стало известно даты выхода «Третьих казаков». Они появятся на прилавках 20 сентября сего года. Когда-то первая часть произвела целую революцию. «Третье пришествие» на такие лавры не претендует, честно именуя себя современным ремейком. Авторы обещают выверенный баланс, реалистичную физику, влияющую на игровой процесс и вообще полный набор того, за что мы любим РТС. Нам предложат пять кампаний, режим случайных сражений и мультиплеер на восьмерых игроков. Возглавить можно будет одну из 12 наций. Нас ждут баталии с участием до 10 тысяч юнитов, 140 различных строений и сотня технологий. Надо понимать, что от успеха или провала новых казаков почти наверняка будет зависеть судьба еще одной культовой франшизы, продолжение которой ждут толпы фанатов по всему миру. Как вы уже догадались, речь идет про Сталкер 2. Юбисофт отчиталась о своих успехах в первом финансовом квартале 2016 года. В общей сложности компании удалось заработать 139 миллионов долларов, что на 14 миллионов больше, чем предсказывали аналитики. Другой любопытный факт, что в этом квартале цифровые продажи составили 75% от общего объема, хотя год назад этот показатель достигал лишь половины. Юбисофт, конечно же, не собираются останавливаться на достигнутом и намерены и дальше воплощать план по захвату мира. Недавно стало известно, что на волне бешеной популярности Pokémon GO Юбисофт решила создать собственную игру с дополненной реальностью. Как уверяют разработчики, это не будет ловля бешеных кроликов метанием вантузов. Общего у двух игр будет лишь использование технологии дополненной реальности, а геймплей обещают совершенно иной, нежели в покемонах. Но любой бешеный успех влечет следом и толпу хейтеров. Неудивительно, что драма вокруг Pokémon GO продолжает нарастать. Кто-то презрительно называет игроков ордой зомби, но есть и те, кто идет дальше. Например, депутат Госдумы от партии КПРФ Борис Вороненков и вовсе направил запрос в ФСБ с требованием запретить Pokémon GO на территории Российской Федерации. Свой поступок господин Вороненков обосновывает тем, что, дескать, игра представляет угрозу ни много ни мало национальной безопасности. Ведь игроки производят видеосъемку, что может быть использовано в целях шпионажа или даже организации террористических актов. Тот факт, что почти всю территорию земного шара Google уже давно сфотографировала с помощью спутников и Google-мобилей, депутат как-то не учитывает. Не угодили чем-то покемоны и хакерской группировки Poodle Corp. Команда, известная взломами серверов League of Legends и аккаунтов нескольких популярных ютуберов, собирается 1 августа положить минимум на сутки сервера Niantic с помощью массированной DDoS-атаки. Зачем? Потому что хотим и можем, объясняют свои мотивы хакеры. Впрочем, игроки, скорее всего, не почувствуют особой разницы. Из-за запредельного наплыва ловцов покемонов сервера и так регулярно падают. Сегодня автогонки – это что-то вполне привычное. Трудно поверить, но впервые они состоялись 22 июля 1894 года, каких-то 122 года назад. Соревнования проходили в Париже. В общей сложности принять участие в заезде намеревались 102 автомобиля, в том числе 39 обладателей двигателей внутреннего сгорания. Также было 28 паровых, 5 электромобилей и столько же пневматических. Еще 25 машин отнесли к категории «другие системы». Но в итоге к старту допустили только 28 авто. И это были не совсем привычные нам гонки. На трассу участники выезжали не одновременно, а по очереди с интервалом в 30 секунд. Стартуя из Парижа, они должны были как можно быстрее достичь Руана, который находился в 126 километрах. Рекорд скорости чуть более 22 километров в час принадлежит парамобилю маркиза Альбера Додиона. Тем не менее, первое место жюри разделило между бензиновыми машинами «Пежо» и «Панар Левосор», аргументируя это тем, что они проявили себя как наиболее надежные. Всего до финиша добралось лишь 17 машин. С современной точки зрения эти гонки были довольно потешным зрелищем, но они положили начало, и это главное.